Мы продолжаем работать в прямом эфире. Приветствуем всех, кто к нам присоединился, всех, кто были с нами, оставайтесь. Будет интересно. В ближайшее время в Одессе откроется школа социального предпринимательства или школа местного соуправления будет именно так звучать название этой платформы, где, собственно, будут происходить кузницы людей, которые так или иначе будут в себе развивать гражданскую позицию. В результате каждый, объединяясь с таким же, может создать и гражданское общество, которое будет управлять городом, своим двором, своим районом, возможно, и потом будет положительно влиять на всю политическую ситуацию в стране. Итак, у нас в студии Игорь Бычков, представитель общественной организации «Виткрытое суспильство». Именно так она будет называться. «Виткрытое суспильство Украины» называется общественная организация. А данный проект называется действительно «Школа местного самоуправления». Прежде чем мы перейдем непосредственно к самым актуальным вопросам по этому поводу, каким образом появилась инициатива, и зачем это создается, я напоминаю и презентую тему нашего опроса. У нас ежедневно в информационном дне, информационном вечере на Думской звучит тема голосования. Сегодня третья годовщина гибели 100 человек, которые в 2014 году сделали для страны очень много. И вопрос звучит именно так. Будут ли наказаны виновники в смерти небесной сотни? Ответы звучат так. Это невыгодно власти? Да или частично? Вот к этому вопросу просим присоединяться вас и оставлять свои мнения. Ну а к концу дня мы, как обычно, подведем итог. Возвращаясь к нашей теме, Игорь, вот хотелось бы спросить, цели понятны, да, это каким-то образом мобилизировать общество. Школа эта будет стартовать с марта месяца, и мы понимаем, что это будет проходить при этом на платной основе. Да, ну что касается платной основы, то плата достаточно условная. Но, во-первых, говорят, что за свое образование всегда нужно платить, иначе оно не ценится. Во-вторых, ну понятно... Хорошо, давайте о цифрах, это важно. Стоимость курса это 600 гривен. Три месяца. Три месяца. То есть к нам преподаватели приезжают бесплатно, эти деньги идут на аренду помещения, и, в общем-то, мы тренерам обеспечиваем, оплачиваем трафик, приезд, и то не всем. То есть кому, в общем-то... А сколько вы человек ожидаете? Вот насколько вас требует... Замахнулись мы, конечно, на 96. 96 человек, именно такая цифра, которая, да, будет часто. Почему 96, скажу очень просто, 64. Это 64 депутата Одесского городского совета, плюс 50%. Запасные. Запасные, да. Скамья запасных, 96. Ну, это, конечно, замах. На сегодня у нас 37 заявок. Это за неделю набора. Ну, я так понимаю, что кроме заявок, которые человек подает через интернет, на сайте, может заполнить анкету, в результате заявка, это не самое главное, чтобы вступить и получить право обучения. Будет собеседование, которое будет каким-то образом... Да, будут определенные фильтры. Будет отбор. В анкете нужно обязательно указать ваш профиль на Фейсбуке. Я надеюсь, он у вас есть, да. Потому что, если это, ну, извините, там, ВКонтакте или Одноклассники, то, наверное, мы будем придирчивее в данном случае смотреть на потенциального слушателя. И мы смотрим, в общем-то, ну, как человек себя проявляет, как он дышит. Потом, если есть вопросы, мы, конечно, встречаемся. Хотя, ну, большую часть тех, кто подал на сегодня заявку, ну, мы в той или иной степени знаем, где-то мы пересекались, где-то мы слышали, потому что все-таки это представители активной гражданской среды. Игорь, ну, вот вы уже упомянули о том, что это возможно, будущие депутаты. Мы понимаем, что у нас ничего ни в Украине, ни в Одессе просто так не делается. И, вероятно, ваша платформа это уже основа для чего-то. Возможно, даже для политической партии. Вы знаете, для меня или для нас это в первую очередь основа для командоформирования, для последующего, дальнейшего командоформирования, потому что… Командоформирование для чего? Я вам скажу. Вот, к примеру, у нашей общественной организации есть миссия. Мы себе ее прописали для того, чтобы нам легче было действовать, двигаться дальше. И звучит оно так. Одесса – это город, в котором хочется жить. При этом для меня это что-то одно, да? Допустим, там, чистые дороги, для вас это безопасные улицы, для вас это, может быть, что-то еще другое, да? То есть Одесса, в которой там, не знаю, все фасады отремонтированы, аккуратные, чистые и так далее. И мы понимаем, что сделать это можно только в одном случае. Если мы поменяем правила, по которым этот город живет. Смотрите, это снова вот какие-то красивые слова, лозунги. Действительно, за ними хочется идти, им хочется верить. Но лично я понимаю, что под этим должно подразумеваться какое-то реальное право и способность органов местного самоуправления на что-то влиять. Мы понимаем, что сегодня это довольно сложно, если не говорить невозможно. Нет, ну, органы местного самоуправления обладают у нас достаточно большими полномочиями, если вы об этом. Другое дело, что на сегодня компетенция, ну, вернее, квалификация этих органов достаточно сомнительна. И это мы с вами видим на основании тех процессов, которые на сегодня в городе происходят. Но, также хочу сказать, что и квалификация, и компетенция общественников, да, представителей активного гражданского общества, она тоже, ну, не всегда на высоте. И вот для этого школа это и создается. Это коммерческий проект? Нет, это общественно-политический проект. Мы не собираемся на этом зарабатывать деньги. Наша задача дать людям, которые хотят и могут, информацию, инструменты, навыки и, ну, во взаимодействии с местным самоуправлением, в решении этих вопросов, которые стоят перед местным самоуправлением, и помочь формировать команду. Ну, вы же знаете, что границы очень размыты, полномочий и прав местного самоуправления. Давайте попробуем конкретизировать. Ну, вот вы говорите, там, границы размыты, прав полномочий. Я считаю, что у местного самоуправления в лице, там, городского совета, в лице, там, мэра и мэрии достаточно высоки по отношению к городу, в котором эти органы местного самоуправления действуют. Вы хотите, чтобы эта власть была менее ограниченная, стала чуть-чуть ограниченнее и перешла в руки гражданского общества, которое, если вообще такое понятие можно использовать в Одессе, как такое какое-то ядро, которое несет определенную силу в себе. Мы хотим, чтобы это гражданское общество формировалось, чтобы население делегировало в активное гражданское общество своих представителей, которое, в свою очередь, взаимодействие и влияя на исполнительную власть, на исполнительную власть, на избирательную власть, на органы местного самоуправления, тем самым заставляло их, скажем так, в хорошем смысле слова, лучше выполнять свою работу. Сегодня этот механизм не работает, поэтому нужно воспитывать таких людей, которые способны... Я считаю, что он сегодня работает недостаточно эффективно. Но работает. Да, конечно, в каком-то виде он работает. У нас все-таки есть и местная власть, у нас есть и гражданское общество, и представители этого общества тоже есть. О том и речь. Вы хотите больше. Мы хотим больше и лучше. Это нормально. Что касается созревания в автономном режиме, где-то сбоку, и вот какого-то такого тотального создания гражданского общества, вы считаете, что это необходимо, потому что самостоятельно человек не взращивает в себе гражданские позиции? У него либо это не так профессионально получается, потому что вы хотите еще и вооружить его навыками. Конечно, конечно. Самостоятельно, во-первых, действительно учиться всегда хуже. То есть всегда легче учиться, когда есть какая-то система, и когда рядом с тобой находятся другие люди, которым нужно примерно то же самое, что и тебе. И я вообще считаю, что построение гражданского общества, то есть переход сознания наших людей, жителей города, из позиции жителей в позицию гражданина, это принципиально и, наверное, одна из основных задач для общественности. Вот как бы вы горожана характеризовали, это активные люди с какой-то активной позиции, или они вот более такие... Горожане в массе своей это всегда люди с неактивной позиции. То есть я говорю, дай бог, чтобы больше этих людей переходило из позиции жителей в позицию гражданин. Ну вот мы видим, сколько людей приходят на разного рода акции, мы видим... Сколько? То есть немало. Ну немало на самом деле. Ну немало. Ну а я считаю, что немного. Я считаю, что больше. А вы сколько хотите на вот какие-то рядовые акции, чтобы людей приходило? Я считаю, что на рядовые акции должно приходить сотни, а на какие-то нерядовые события должны приходить тысячи. Ну мы часто в этом смысле обращаемся к некому европейскому опыту, вы там видите прям сотни, тысячи людей, которые выходят на акции. Обычно это приблизительно такого количества людей. И европейский опыт к нам сейчас достаточно мало применим. И если взять Польшу, допустим, 20-летней давности, когда солидарность создавалась, когда солидарность работала, давайте тогда говорить о тех акциях, которые проходили тогда в Польше. Сейчас там совсем другая ситуация. А у нас, давайте говорить по результату, к сожалению, наша власть на сегодня, она нуждается в том, чтобы... В пинках. В пинках, да. Я хотел как-то по-другому, но... Давайте так, о каких-то цифрах, чтобы было понятно. На тысячу человек. Сколько человек с гражданской позицией такой явной, открытой? Есть один человек? Вы знаете, давайте так попробуем. Я думаю, что на сегодня вот такое гражданское активное общество в Одессе, ну, это несколько тысяч человек. Несколько тысяч. Несколько тысяч человек. Из них под те или иные серьезные события может подтянуться, может быть, до 10 тысяч. Притом это довольно много. Ну, вот смотрите, мы помним, как активно общественники, и не только просто безразличные активисты, если они там были, Одесситы, я имею в виду, приходили по вопросам того же Зонинка, Платемкинской лестнице и такое прочее. Вы не видите? Довольно много, это сколько? Ну, были они. Ну, где? Я был, когда мы ходили, Одесситы, по Зонингу, на те же самые судебные заседания. Или застояли днями, ну, даже больше, неделями. Ну, и сколько их было? Ну, скажем так. Это, на самом деле, к вопросу о том, что на решение городского совета это никак не повлияло. В том-то и дело. А что вы предлагаете городу, населению этого города, что вот обязательно люди, которые, скажем, пройдут обучение в вашей школе, вот они смогут до конца отстоять тот или иной вопрос в стену или в здании? Я понял. Попытаюсь вам ответить. Дело в том, что массовая акция или протестная акция – это только одна из форм взаимодействия, ну, скажем так, власти и общества. На сегодня очень эффективная, согласитесь. На сегодня одна из самых эффективных и необходимых, потому что иначе нас слышать не хотят. Но я могу привести простой пример, вот с которого мы там в свое время начинали, еще в 2016 году, с подачи одного из, кстати, преподавателей школы местного самоуправления, это Александр Салантай, представитель Института политичной осветы, есть такая у нас организация. И он нам, я был на его семинаре, он сказал, вот как они это делают, да, то есть будьте всегда готовы во время, ну, скажем так, взаимодействия с органами местного самоуправления прикладывать давление. Ну, для начала в хорошем смысле слова. Вот. Но, допустим, есть закон о местном самоуправлении о доступе к публичной информации. Эти законы гласят, что каждый гражданин города имеет право присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления, сессиях городского совета, заседаниях депутатских комиссий и так далее, и так далее. С чем мы сталкивались тогда и в какой-то степени сталкиваемся и до сих пор? О том, что они пускают. Ты приходишь, я начинаю задать вопрос. Ну, или пускают нужных людей, вот своих-то местных. Да, или пускают нужных людей. Мы делали что? Доставали паспорт и говорили, вот, я гражданин Украины, я житель города Одессы, я не права. Мне кажется, что сейчас это уже что-то из того, что будет звучать на тренингах, на курсе обучения. Как правильно представлять себя и как правильно добиваться своих прав. Да, как добиваться своих прав. Совершенно верно. Хотелось бы понять, насколько это не просто применимо, а насколько это работает сейчас и может работать потом. Вот на примере некоторых достаточно явных событий, которые происходят в нашем городе, вы сейчас коснулись зонинга. Последние из мероприятий, которые смущают представителей предпринимателей, и они называют произволом коммунального предприятия Одесса рекламы, когда срезают вывески. Вот в такие ситуации будет или не будет вмешиваться, вот где гражданское общество или представители гражданского этого ядра, о котором мы говорим, когда они будут понимать, что здесь нужно приступить к каким-то действиям, а когда кажется, что городская власть сама разберется. Городская власть сама не знает, когда она может их срезать, а когда нет. Как общественники помогут в этом? Ну, я думаю, что городская власть, она не задумывается, когда может и когда нет. Она просто поступает так, как считает нужным и как выгодно. Потому что на самом деле это бизнес. И для городской власти, и для каких-то ее мелких структур, или относительно мелких в том числе, давайте я приду, срежу вашу вывеску, а потом вы придете и у меня ее выкупите. Очень простой бизнес. И это еще то, что на поверхности. Потому что есть инсайдерская информация о том, что да, я могу договориться за какую-то мзду, и ко мне не придут, и эту вывеску не срежут. Но смотрите, к вам конкретный вопрос. Вы как человек, который собираетесь учить других людей, как добиваться своих целей, что вы это делаете? Не я, я организовываю этот процесс. Но вы же будете каким-то образом. Сколько вы занимаетесь уже активно, вот, в судьбе города принимаете участие? Как давно? Ну, вернулся к этому процессу, наверное, опять же, с 2014 года. Но вот и конкретно по вывескам, как готовы помогать предпринимателям и бизнесу? Предприниматели должны знать свои права. В первую очередь, это раз. Второе. Эти права должны быть сформулированы в понятном и доступном как им, так и власти языке. Потому что, ну, против некоторых юридических формулировок, извините, не попрешь. И, в-третьих, предприниматели и общество должны быть готовы прикладывать, как мы уже говорили, усилия. То есть, оказывать давление на власть, в том числе, чтобы власть, в конце концов, начала заниматься своей работой, а не вымогательством, как это зачастую происходит. Кстати, извините, можно еще вот по поводу опроса? Ну, мы тоже провели опрос, и я хотел бы так озвучить цифры. Интересно достаточно. Мы его провели вот в группе в фейсбуке «Школа местного самоуправления». Это та группа, куда мы приглашаем наших потенциальных слушателей. То есть, приходите, заходите в группу, добавляйтесь, скачивайте анкету, заполняйте, мы с вами свяжемся. Так вот, мы там разместили опрос. Вопрос, какие из ниже перечисленных действий приведут к улучшению работы органов местного самоуправления, на ваш взгляд? И дали несколько вариантов ответов. Один из них действительно был провокативный, но для того, чтобы сравнить все-таки. И провокативный вопрос звучал так, там, «за повесить всех коррупционеров». Многие говорили, да, это действительно эффективно, но, к сожалению, мало применимо. Так вот, что мы получили в результате. 75,6% принявших участие в вопросе высказали «за научить гражданское общество контролировать власть». 17,8% «за повесить всех коррупционеров». И меньше 3% сказали «я не верю, что это возможно». То есть, можно сказать, что в нашем обществе есть спрос на конструктивную оппозицию все-таки. Ну что ж, посмотрим, на самом деле будет ли пользоваться спросом такая инициатива, как «Школа местного самоуправления». Сегодня вам же пожелаем в этой инициативе удачи. Игорь Бычков, представители общественной организации «Виткрытое суспильство Украины» был на студии, обсуждали появление местной школы Одесского самоуправления местного, соответственно. Ну, перерываемся на две минуты, смотрим небольшой выпуск новостей, возвращаемся к новому гостю и новой теме. Дождитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова